Ребята, всем привет! Сегодня подписчик моего канала задал очень интересный вопрос под видеороликом «Как позвонить в другую страну через WhatsApp?» Вопрос следующий. А как через телефон? Значит, то есть через телефон. Я так понимаю, наверное, через WhatsApp на телефон, возможно, подписчики имел в виду, да, на обычный номер телефона. Если звонить на обыкновенный телефон, да, с телефона на телефон, то какие проблемы? А вот с WhatsApp позвонить на обычный, либо городской телефон, либо на мобильный номер, в котором нет WhatsApp, вот это уже интересный вопрос. Я погорячился, поспешил, ответил. Вам нужно активировать тариф и звонить. Сегодня опубликую видео и расскажу более подробно вам. Но оказывается, ребята, не все так просто. Значит, зашел я на официальный сайт WhatsApp, а информацию не нашел по тарифам. Потом взял, загуглил вот такой вот поисковый запрос, как позвонить с WhatsApp на обычный телефон. И вот он, первый сайт в результатах поиска. Можно ли звонить на обычные телефоны при помощи этой программы? Нет, нельзя. Вы сможете позвонить только на смартфон, где установлена эта программа. То есть, на деревню бабушки позвонить не получится, за исключением того случая, когда ваш дедушка обладает смартфоном, где установлен WhatsApp. Надеюсь, все понятно. Значит, вы только сможете позвонить с WhatsApp на WhatsApp. То есть, у вас должен быть установлен WhatsApp, у вашего абонента должен быть WhatsApp. И тогда вы сможете позвонить именно с WhatsApp на WhatsApp. Если вы попытаетесь позвонить с WhatsApp на городской номер, да, либо на мобильный номер телефона, где нет WhatsApp, то вы не дозвонитесь. Потому что в WhatsApp, оказывается, нет вот такой функции. То есть, нет каких-то определенных тарифов, да, как есть в Вайбере. Поэтому, ребята, делаем следующее. Если вам нужно звонить в другие страны, и ваш оператор мобильной связи за это дорого берет, да, то есть, нет у вас подходящего тарифа, оператор хочет, как говорится, сумму такую немаленькую, да, чтобы вы платили для звонков в другие страны. Поэтому перейдите по ссылке, которую я оставлю в описании, account.viber.com. Это вы переходите на официальный сайт, в раздел Viber Out. Значит, и теперь, ну, то есть, вы можете установить эту программу у себя в смартфоне Viber, но только не через WhatsApp звонить, а звонить через Viber. В принципе, это две однотипные программы, что WhatsApp, что Viber, только разные названия, все, функции одни и те же, что с WhatsApp на WhatsApp вы звоните, что с Viber на Viber вы звоните. А тут вы можете позвонить именно с Viber на городской номер, либо на мобильный номер в другую страну другому человеку. То есть, здесь уже есть тарификация. Странно, почему в WhatsApp ее нет. Итак, если перейти на главную страницу, здесь вот самые популярные страны. Украина и следующие. Значит, а в какую вы собираетесь страну позвонить? Давайте, допустим, выберем, ну, к примеру, давайте, Россия. Да, вот он высветился. Россия, давайте перейдем и посмотрим, сколько же стоит, сколько же стоит звонить в Россию, в Россию, допустим, из Украины, да? Или, допустим, звонить в Россию из Германии, или из Швейцарии, или откуда-то еще. Давайте посмотрим. Значит, вот они, есть два тарифа. Первый тариф универсальный, называется, звоните куда хотите, мобильные и городские номера, вот. Значит, выбираем, либо за 10 баксов, 172 минуты в месяц, я так понимаю, либо за 4,99 доллара, 86 минут, либо за 24,99, ну, за 25 баксов, 431 минута. Вот, можно звонить другие страны, используя 431 минуту. И вот здесь вот есть еще тариф, весь мир. И еще акция к этому проходит. Опять же, мобильные и городские номера, безлимит, отмена тарифа в любое время, одна неделя бесплатно, затем 6 долларов в месяц. Ну-ка, давайте подробнее посмотрим. Так, в чем плюсы подписки? Экономьте на звонках на городские и мобильные номера выбранной страны и не заботьтесь о пополнении баланса. Плата за подписку списывается автоматически один раз в месяц. Можно ли отказаться от подписки? Да, вы можете отменить подписку в любое время. Рекомендации Viber. Тариф подходит для регулярных и частых звонков в выбранную страну. Подключите безлимитный тариф или купите пакет минут и получите дополнительную скидку на звонки через Viber. То есть, заходим на сайт, изучаем и подключаем какой-либо тариф. Если вам нужно звонить в определенную страну, часто, если вы звоните по работе, допустим, там, либо родственникам звоните, ну, всякие. В общем, совершайте всякие дела, которые нужно для общения с другой страной, с другими людьми. Вот, поэтому в WhatsApp эту функцию не ищите. Если же вы поговорите с человеком, который установит у себя в телефоне WhatsApp, ну, если вы определенному одному человеку звоните, да, или нескольким человеком, если он не установит себе WhatsApp на свои смартфоны, вот тогда, конечно, вы будете общаться без платы вообще, без определенной обонплаты, да. Просто вы оплачиваете интернет, сколько вы там платите в месяц за обслуживание своего интернета, и звоните через интернет бесплатно. Вот, так что, ребята, имейте в виду, в WhatsApp такой функции нет. А также обязательно посмотрите вот этот вот видос. Сейчас я его загуглю. Это в обязательном порядке вам нужно... Не загуглю, а точнее наберу в этом, в YouTube. Вы обязательно в порядке его посмотрите. Ссылку я оставлю в описании. Вот, сейчас, значит, я его найду. Я его найду. Где-то, в общем, он в списке, ладно. Значит, смысл видео какой? Вам нужно понять, как звонить. Вообще, как звонить с WhatsApp на WhatsApp, либо с Viber на Viber. Не все так просто. Вам нужно номер сохранить в своей записной телефонной книжке. Правильно его сохранить с указанием международного кода. И после свой смартфон нужно будет перезагрузить, для того, чтобы этот контакт отобразился либо в WhatsApp, либо в Viber. И после уже звонить абоненту. Если вы неправильно введете номер без международного кода, а с внутренним кодом страны, то вы не сможете позвонить на WhatsApp, либо на Viber своему абоненту. Номер просто не отобразится. Я уже, в принципе, вам суть этого видео рассказал. Но все равно ссылку оставлю. Обязательно посмотрите его. Потому что нужно еще уметь правильно сохранять номера в своей телефонной записной книге, чтобы потом у вас была возможность звонить людям. И чтобы люди, соответственно, могли звонить вам. Как-то так. Поэтому обратите на это внимание. А также по поводу WhatsApp. Значит, у меня есть ряд видеороликов, как обезопасить свой WhatsApp, защитить его от взлома. На дворе 21 век. Мошенники не спят. Поэтому вам нужно сделать два пункта. Две мои рекомендации. Это первое. Установить на свой смартфон лицензионный антивирус, чтобы ваш смартфон был в течение года под защитой. А также обезопасить свой WhatsApp. То есть по максимуму сделать все, установить пароли и т.д. и т.п. Все ссылочки оставлю в описании. Обязательно смотрите. Не забывайте задавать свои вопросы в описании под видеороликом. Не забывайте писать мне в группу ВКонтакте. Я всегда стараюсь всем отвечать. Если вы впервые на моем канале, делаем подписочку, нажимаем колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видосах. На канале собраны очень-очень интересные видеоматериалы. Поэтому вам понравится. Даю гарантию 1000%. На это все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok